Калашников Калашникова такое. Индивидуальное оружие для уничтожения живой силы противника. Этой живой силой может стать любой из нас. Михаил Калашников родился в Советском Союзе в 1919 году. Механик и водитель танка с девятью классами образования оказался на редкость талантливым конструктором. Во время войны раненый приятель спросил его, почему советские солдаты идут с винтовками на немецкие пулеметы. И тогда Калашников создал свой автомат. Первый АК был выпущен уже в 1947 году. Изначально АК-47 выпускали для армии своей страны. Автомат получился на редкость просто в обращении. В нем было минимум деталей. И главное, он толком не ломался. Вскоре АК-47 распространился по всему миру. Он стал настоящим символом революции, дешево и сердимо. В Мозамбике солдаты стали называть своих детей Калаш. В Ираке построили мечеть с минаретами в форме магазинов от Калашникова. Регалий Михаила Тимофеевича множество. Он не стал миллионером и не вел роскошной жизни. Он работает на том заоруженном заводе, как его сын, который тоже изобретает оружие. Так добро или зло принес этот человек в мир? Хорошо ли он спит? Судя по всему, неплохо. Он выполнил свой долг. В то время, как в горячих точках планеты на все лады поют свою песню его скрипки. Михаил Тимофеевич увлечен классической музыкой. Он постоянный участник традиционных дней музыки Петра Ильича Черковского. Люди с поэзией. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова